Сергей Говорухин. Никто, кроме нас. Мутный материк. Повести. Рассказы. Москва. Молодая гвардия. 2004 год. Серия. Литературный пасьянс. Рассказы. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Старик. Старик не спал. Сквозь неплотно задернутые шторы в комнату давно вполз рассвет, и в полумраке было видно, какой напряженной болью полны его глаза. В изголовье на столике между холодным чаем в подстаканнике и раскрытой на середине книгой ждал своего часа старый будильник в кожаном футляре. До звонка оставалось несколько минут, и старик вглядывался, как неотвратимо сходятся стрелки часов. Наконец, будильник зазвенел, и пока не кончился завод, старик плакал, прикрыв глаза рукой, словно стесняясь кого-то постороннего и равнодушного. Будильник отзвенел, а старик по-прежнему лежал, не открывая глаз. И лишь после нескольких обрывистых, но настойчивых звонков в дверь, встал, обнажив худые старческие ноги в больших трусах, и вышел в прихожую. На пороге, нелепо имитируя бег на месте, подпрыгивал сосед, немолодой мужчина в спортивном костюме и кедах. — Побежали, Вадим! — сосед пытался говорить в такт бегу. — Ты беги, — отказался старик. — Я что-то не совсем сегодня. Сосед недоуменно пожал плечами и устремился вниз по лестнице. В ванной старик подошел к зеркалу. Лицо ничего не выражало. Он подправил лезвие, густо намылился и стал бриться. Побрившись, оглядел себя в зеркале и, хотя лицо было совершенно чистым, намылился и побрился еще раз. Затем он взял тряпку и наспех, как умел, вымыл окна в квартире. Протирая закоптившееся кухонное стекло, он бросил тряпку, достал из буфета заброшенную пачку папирос, табак был сухим, покрывшимся плесенью. И, сев на подоконник, как это делают мальчишки и одинокие женщины, закурил в раскрытое насеж окно. По улице одиноко и неуклюже бежал сосед. Заметив молодую женщину, сосед оборачивался и обреченно вздыхал на ходу. Глядя на него, старик подумал, что мальчишество не растворяется в крови, и лишь последний предел старости безразличен к молодости. Он выбросил папиросу и захлопнул окно с недомытой рамой. Снова раздался звонок в дверь. Это был сосед. По тому, как тяжело он дышал, можно было догадаться, что им проделан серьезный маршрут. «Я подумал, может, ты заболел?» «Как-то странно, Вадим, я здоров», — отвечал старик. Они говорили, разгороженные порогом его квартиры. Сосед на лестничной клетке, старик в коридоре. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, и во всей его позе и в том, как он говорил, чувствовалось несвойственное ему спокойствие. «Ты бы зашел, Костя», — попросил старик. Сосед пожал плечами, была у него такая идиотская привычка, и прошел в коридор. «Через час мне на работу», — предупредил он. «Позавтракаем», — сказал старик, — «и побежишь. В крайнем случае опоздаешь. Ты начальство, тебе можно. Жена дома ждет. Да она на двадцать лет вперед все тебе простила, жена твоя». Старик поставил чайник, бросил в кастрюлю четыре яйца, достал из холодильника колбасу, масло. Сосед огляделся. «Как у тебя...» — он подбирал слово. «Пустынно». «Пустынно», — отозвался старик. «Ты ведь никогда у меня не был, и я у тебя. Живем в одном доме, бегаем по утрам, и даже не поговорили. Всеобщее разобщение», — вскинул плечи сосед. «Живем, как будто сбрасываем в бездну одинаковые дни, и немудрее мы лучше не становимся». «Тебя бессонница, что ли, замучила?» — улыбнулся сосед. «Что?» «Чего ты взялся философствовать-то с утра?» «Да какая она, к черту, философия?» «Жизнь прошла, а зацепиться не за что». Сосед взял папиросу, долго крутил в пальцах, неумело сминая гильзу. «Ты был на войне», — серьезно сказал он. «Разве этого мало?» «Был и вернулся. Целый и невредимый, счастливый. И все ждал, когда наступит день и час, и я совершу что-то достойное того, что делал там. Так и прожил в ожидании». «Напиши мемуары». «Рядовые не пишут мемуаров». Сосед поднялся. «Побегу. Уже опаздываю». «А завтрак?» «Ах! Перехвачил в буфете. Только ты...» «Ладно», — отмахнулся старик. Яйца переварились. Старик выключил газ, аккуратно слил воду и выбросил кастрюлю в ведро. Потом он одевался, то и дело поправляя пиджак и галстук, поскольку давно не носил ни того, ни другого и совсем отвык. Сначала он зашел на почту и, выстояв недолгую очередь среди таких же стариков и старух, получил пенсию. Кассирша считала медленной и неуверенно, сбивалась, пересчитывала, и в это время старик смотрел на солнце, встававшее над крышами многоэтажек. Старик смотрел на солнце с каким-то последним восторгом, и кассирше, наконец-то справившись с подсчетами, пришлось дважды постучать по стеклу, прежде чем он ее услышал. «Сухов, получите!» раздраженно сказала она. Выйдя с почты, старик сел на трамвай, следующий в город. Ему уступили место, но он отказался, испугавшись, что сидя не сможет ловить глазами солнце, прячущееся за крышами домов. На старых булыжных мостовых трамвай трясло, и от этого солнца казалось еще неуловимее. На центральной улице города старик зашел в нотариальную контору и оформил бумаги, которые, как считал когда-то, успеет оформить всегда. На секунду ему показалось суетным и ненужным тратить время на бумажную волокиту, но в следующее мгновение он понял, что уже не принадлежит самому себе, и заверенные нотариусом документы как никогда отчетливо подтверждали это. В часовом отделе универмага, глядя на бегущие стрелки часов, старик понял, что прожитая жизнь была напрасна, и счастья в этой напрасной жизни не было. Еще он подумал, что когда человека начинают преследовать стрелки часов, значит, он остался один. Совсем один. Часы он купил электронные, самые дорогие. Получив часы, старик спустился этажом ниже в граверную мастерскую. «Желаете посмотреть образцы?» спросил гравер и тут же сунул старику табличку, исписанную мелким красивым шрифтом. «Спасибо», отказался старик, возвращая табличку. «Мне всего три слова». И протянул граверу обрывок газетной бумаги. На бумаге было написано «Не растрать себя». На таких часах и три слова недовольно протянул гравер. «Разве к этому можно что-то добавить?» спросил старик. «Вероятно, нет». Гравер внимательно посмотрел на старика. «А кому эти часы?» «Одному человеку». «Моему внуку». «А хотел что-то спросить гравер». «Ему десять лет», — оборвал гравера старик. «Он очень хороший мальчик, круглый отличник, юнат и председатель пионерской дружины. И самое печальное, что я не шучу». В летнем павильоне, разбавляя пиво и водкой, шумели и суетились мужики. Старику тоже захотелось выпить. Но не так, в дыму и пьяных разговорах. Одному, в тишине, сто грамм. Тех самых, наркомовских. Окна, занавешанные тяжелыми портьерами, делали зал ресторана темным и уютным. «Что будете есть?» спросил официант, вынимая блокнот. «Впрочем, есть далеко не все», добавил он, заметив, как машинально перелистывает меню старик. «Борщ, солянка, филе мясное, рыбное, антрикот». «Благодарю», — перебил старик. «Мне сто водки и салат, что ли?» «Вообще-то так не принято», мягко возразил официант. «Ну, несите тогда антрикот». Официант не приходил долго. Наконец появился, лениво смахнул со стола оставшиеся после кого-то крошки, расставил заказ. Был он молод, неловок, и хотя пытался казаться снисходительным, это не очень ему удавалось. «Знаешь что, ты выпей со мной», — попросил старик. «Нельзя нам», — привычно отказался официант. «Я сегодня умру», — сказал старик. Простая ясность и покой этих слов поразили официанта. «С чего вы взяли?» «Старики чувствуют смерть». «И ничего ты с этим не поделаешь», — старик наполнил рюмки. «Ты еще мальчик, а моя молодость прошла на войне». «Казалось, только молодость, а получилось, что вся жизнь». «Что же вы не жили после этого?» «Почему жил?» «Работал, мебелью обставлялся, грядки полол». «А все-таки жаль ее». «Кого?» — не понял официант. «Жизнь». Хорошая она или плохая, другой не будет. Старик неожиданно занервничал. «Слушай, посмотри, как там солнце?» Официант подошел к окну, раздвинул портиру. «На месте», — сказал он. Старик поднялся, положил деньги на стол. «Солнце — это ничего, правда?» «Правда. Ну, будь здоров, сынок». «А сдачу?» — старик улыбнулся. «Ты вот что, ты помни. Никто пути пройденного нам не вернет». Не раздеваясь, старик стоял посреди комнаты перед фотографией на стене. На фотографии были он и его жена сразу после войны. Старик снял галстук, галстук был черным, и перетянул фотографию наискось с той стороны, где был он, молодой, счастливый, с двумя орденами красной звезды на лацкане двубортного пиджака. Солнце раскалялось, старик дошел до сквера, сел на скамейку, закурил. Такое же солнце было в тот день, в сорок пятом, когда он шел по освобожденному западному городу. Вокруг было много, очень много людей и, конечно, женщин, бросавших солдатам цветы. Он шел в середине колонны и не ждал никаких цветов, но одна молоденькая, совсем девчонка, поравнялась с их шеренгой и что-то крикнула на своем языке. Первым на ее голос повернулся он, и тогда она бросила ему огромный, разлетающийся во все стороны букет. Внезапно сорвалась рука, скатилась по скамейке папироса и, упав на асфальт, погасла. 1983 год Пустяки Вечер В квартире сумасшедшая тишина. Лишь из давно нечиненного крана монотонно капает вода, и через каждые полчаса заводится холодильник. Не такая уж тишина, если разобраться. Холодильник я купил с рук у малознакомых людей, уезжавших в другой город, и при этом до постыдного мелко торговался, теперь он мстит мне за недостойное поведение. Холодильник — моя совесть. Особенно его непорочное внутреннее содержание. Время от времени в нем появляется головка сыра, бутылка молока, круг колбасы. Все это постепенно скисает, пропадает и, в конце концов, выбрасывается. Я пока не решил для себя наболевшего вопроса о хлебе насущном. Говорят, художник должен быть голодным. Но не всегда же. Что я делаю? Лежу на диване и вспоминаю не свою жизнь. Я вспоминаю, как умирал Пушкин. Что я знаю об этом? Что подчерпнул из литературовеческих работ, изложенных сухим протокольным языком, факты, события, даты. А Пушкин? Он сам, смертельно раненый, в тяжелом горячечном бреду. — Жизнь кончена, — говорил он, умирая, — трудно дышать. Давид. Это его последние слова. Его считали франдером, баловнем судьбы, записным дуэлянтом. Для него были открыты двери модных салонов. Он легко добивался расположения женщин, ему покровительствовал император. О нем говорили, как о недурном стихотворце, нелишенном дара небесного, авторе желчных эпиграмм. Россия была не готова к такому поэту, как Пушкин. Его убил ферт ничтожества, французик из Бордо, при молчаливом невмешательстве безликой массы. Всю жизнь ему было трудно дышать, но рядом не было никого, кому бы он мог признаться в этом. Опять заработал холодильник, и я вспомнил о квартплате. Это уже из моей жизни. Два месяца я не платил за квартиру и, вероятно, не буду платить еще столько же. Я не могу представить себя в тоскливой очереди коммунальных платежей. Каждый раз, вставая в хвост очереди за неизменными старухами в выцветших балоньевых плащах и заполняя непостижимые квитанции, у меня создается ощущение, что мне выписывают проездное свидетельство на тот свет. Рано или поздно мне придется встать в эту очередь и лишний раз позавидовать тем, кто, скитаясь по съемным углам, уступает право на коммунальную очередь своим квартирным хозяйкам, тем, чье немудренное имущество легко умещается в двух дорожных чемоданах. Я вспоминаю его, удивительного писателя. Он писал замечательные сценарии, но еще более замечательные он писал стихи. Писал легко и непринужденно, и никогда не печатал. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются. И лишь через несколько лет после смерти, когда его стихи, наконец, опубликовали, мы узнали, что среди нас присутствовал большой поэт, о существовании которого почти никто не догадывался. Он был свободен от житейских дрязг и склок по поводу недостающего в получку червонца, мог позволить себе слоняться по московским улицам с расстроенной гитарой, ночевать где придется, и, может, оттого писал трепетно, мудро и невостребованно. У него была очень несерьезная для советского поэта фамилия Шпаликов. Геннадий Шпаликов покончил с собой, повесился на радиаторе парового отопления. Предварительно заняв три рубля на шампанское и выпив его до дна. В 37 лет. Пушкинский возраст. Ученые, изучавшие генеалогическое древо Пушкина, определили, что он мог прожить долго, лет до 60, по крайней мере, а я не могу представить Пушкина безупречным старцем, избежавшим дуэли. За окном совсем темно, лишь слабый отблеск уличного фонаря освещает комнату. Можно включить торшер, осветить комнату и вернуться в действительность. Можно. Но, к счастью, у меня нет торшера. Говорят, Мартынов, узнав, что убил не поручика, а поэта Лермонтова, сошел с ума. И летчик, сбросивший бомбу на Хиросиму, тоже. Скорее всего, это не так, но я верю. Мы слепо верим в добро, хотя гораздо чаще сталкиваемся с жестокостью. Мы говорим, ну уж этот не подведет, не предаст, и беспомощно разводим руками после очередного предательства. Мы думаем, что познали жизнь до конца и уходим, не познав. Нам кажется, что все еще можно исправить, а за нами уже спускаются ангелы. Скрипучий затарахстел проклятый холодильник. Когда он девственно пуст, то особенно вызывающе демонстрирует свое отношение ко мне. Он считает меня скрягой, я считаю себя художником. В конечном итоге прав окажется кто-то из нас. Моя мама в войну болела цингой. Бабушка служила раздатчицей в офицерской столовой, а мама болела цингой. До войны бабушка была пианисткой. Ее пальцы легко скользили по клавиатуре, брали немыслимые поднебесные аккорды. Она не могла представить в этих пальцах две теплые вареные картофелины, украденные из скудной порции того, кто завтра уйдет на фронт и, скорее всего, не вернется. А мама болела цингой. К началу войны маме исполнилось восемь лет. Четыре года она простояла у снарядного конвейера. После школы стихов по госпиталям. Сейчас у нее женственные красивые руки актрисы, на которых отчетливо проступают синие вздутые вены, отпечаток войны. Я родился через шестнадцать лет после войны, но мне кажется, что я был с мамой эти четыре года, прожил и пережил войну. Память тех лет отзывается во мне острой, неподслушанной болью. Скорее всего, я засну одетым, укрывшись шерстяным пледом и подоткнув подушку под голову. И хотя утром мне не придется одеваться, я все равно опоздаю на работу. В коридоре меня встретит начальник и непременно заметит. Что, Васильев, опять опаздываете? Да, Виктор Алексеевич, опять. Виновата, отвечу я. Такой диалог у нас происходит каждый день. Начальник прекрасно знает, что я не могу не опаздывать. Я, что он не может этого не заметить. Я зайду в отдел и сяду на свое рабочее место. С этого часа начнется моя жизнь. 1984 год. Нарисуй меня, Женечка. Женечка мой с детства нежный, ласковый был мальчик, и все меня рисовал. Заберется ко мне на кровать и шепчет, «Мамочка, хочешь, я тебя порисую?» Я закрою глаза, а он пальчиком нежно так водит по бровям, губам, все обведет, а потом осторожно к глазам прижмется и тихонечко поцелует. Это он так глазки рисовал. Он ведь у меня один был, и я у него одна. Так получилось. Отца он не помнил, и я про него позабыть постаралась. Плохой он был человек, не отец Женечки. Я работала много, но зарплата маленькая была. Шить выучилась, на дом работу брала, все хотела Женечку хоть немножко побаловать. Да не выходило. Он болезненный был очень. Как заболеет, я при нем. Еле-еле концы с концами и сводили. А так я мечтала в Москву с ним съездить, купить что-нибудь необыкновенное. Но он никогда не обижался и не просил ничего. И если я у машинки швейной допоздна засижусь, он подойдет и скажет, «Мамочка, ты устала очень, давай я тебя порисую». Я как сейчас его пальчики помню. Сначала маленькие такие, когда он меня в четыре года первый раз нарисовал. тоненькие такие пальчики, как перышки на просвет. И потом, когда в школу пошел и когда работать начал, он, Женечка, никогда меня не стеснялся. И рисовал всегда. Я не просила, он сам. Он на заводе работал, руки огрубели сразу, а когда рисовал, все равно такие же нежные, как тогда в четыре года. И глаза мне всегда целовал. Он целует, а я плачу. Понимаю, что надо бы удержаться, а не могу. А Женечка все уговаривает, «Ты не плачь, мамочка, все хорошо будет». А что хорошо, он не знал. И я не знала. А потом... Ах ты, Господи! Война ведь началась. Женечку моего поначалу не брали поблизорукости, но он сам выпросился в ополчение. В октябре его и забрали. На проводы друзья его пришли, какие остались, девушки молоденькие. А только его девушки среди них не было. Не успел он девушку завести. Я немного с ними посидела и ушла к себе. Не могла я этого выдержать. А немного погодя, Женечка мой пришел и говорит, «Пусть они там, а мы с тобой, мамочка, посидим. Давай я тебя на расставание нарисую, чтобы всю войну помнить». Так и сказал, «На расставание, а не на прощание». Да только не удалось ему меня тогда нарисовать. Истерика у меня началась, а потом и приступ. Он всю ночь и просидел, меня успокаивая, и не поспал-то ни крошечки. Пропал мой Женечка без вести под Вязьмой в сорок первом. Что со мной было-то, вспомнить страшно. Еле выходили. А потом подумала, «Без вести пропал. Не убитый же. Значит, вернется». Я так и знала, «Вернется мой Женечка». Всю войну, сразу после работы, домой. Никуда не ходила, боялась. «Вернется Женечка, а меня нет. Разве возможно такое?» После победы, каждый поезд высматривала, который на нашей станции останавливался. Да только что высматривать. На нашей станции много солдат не сходило. Сватался ко мне после войны подполковник. Сватался ко мне после войны подполковник. И другие сватались. Я им отказала. Тяжело было одной. А только не могла я. Все время думала, «Вернется Женечка, а в доме чужой мужчина». Куда я только не писала. А потом один человек мне посоветовал. «Ты, — говорит мать, — поезжай в Москву на 9 мая. Там люди со всех фронтов, полков собираются. Может, и знает кто, где твой сын. Только ты на грудь фанерку какую повесь и напиши, кто знает такого-то, с такого-то фронта, такого полка. Отзовитесь». Фанерку-то мне сосед Костик сделал. А уж написала я сама. И поехала. Теперь вот в семнадцатый раз еду. А только ничего. Я же знаю, вернется Женечка. Женечка не может не вернуться. И еще нарисует меня. Так же нежно, как тогда, в четыре года. И морщины мои нарисует. Не постесняется. Сказал же он тогда «На расставание». Туманный край небес. Егор Васильевич Коньков скончался. Пятьдесят четыре года, отпущенные судьбой, прожил он степенно и трезво, не раз украшая плотной, облаченной в бастоновый пиджак фигурой доску почета стройтреста, в котором служил. Умер же он внезапно от удара в подъезде, чем вызвал искреннее недоумение сослуживцев и соседей по лестничной клетке. На девятый день Егор Васильевич вошел в комнату и осторожно присел на свободное место у края стола. Пришедших помянуть его было немного, но это не удивило и не огорчило Егора Васильевича. Он знал, как коротка человеческая память и девять томительных дней, отделявших его от прошедшей жизни, слились в вереницу повседневных дел и забот для других. Не решаясь пошевелиться, с замиранием сердца, смотрел он на свою жену Елизавету Ильинишну. Елизавета Ильинишна, как и положено вдове, сидела во главе стола и черный бязевый платок, спадавший на черное платье, оттенял ее от других. Рядом с ней на тарелке стояла рюмка водки, накрытая куском черного хлеба, мысленно принадлежавшая Егору Васильевичу. «Теперь все, связанное со мной, будет только мысленно», подумал Егор Васильевич и впервые ощутил в себе забытые за девять дней слезы. Он с тоской оглядывал свою квартиру, двухкомнатную хрущевку с низкими свежепобеленными потолками, коврами, сервантами и трюмо на фигурных ножках. Нищербинки. Все было подогнано, прошпаклевано, выкрашено, и от этого стерильно полированного благополучия, когда-то радовавшего глаз, становилось грустно и неуютно, и жаль было потраченного времени. Егор Васильевич повернулся к Елизавете Ильинишне и увидел, что она смотрит на вещи его глазами. Тридцать лет прожили они в привычке, вечных хлопотах, воспитании сына, и только сейчас, постигнув необратимость произошедшего, были влюблены, как в юности, и тосковали друг без друга. Егору Васильевичу хотелось подойти к жене, положить руку на плечо и сказать, что он здесь, с ней, но делать этого было нельзя, и, не находя себе места, он вышел на лестничную клетку. На площадке, аккуратно стряхивая пепел в блюдце, в неловком молчании курили сварщики его бригады. С понедельника нас на трассу посылают. Первым нарушил молчание бригадир. — Почему нас-то? — Опять твою мать! — возмущались сварщики. — А кого прикажете посылать? — усмехнулся бригадир. — Молодых. Они и наварят. — Дождь, слякать неопределенно, сказал кто-то. Егора бы! Он любил с трубами возиться. Да, Егор был сварной, что надо, охотно поддержали сварщики. Самые неудобные стыки выбирал. Да и то сказать, наблатыкался за тридцать лет. — Теперь вот... Тьфу! — сплюнул кто-то в сердцах. — Пойдем, что ли, хлопнем запомин Егоровой души. — Почему они все об одном и том же? — с раздражением подумал Егор Васильевич, но, вспомнив, что еще недавно сам был таким, смутился и прошел в квартиру. На кухне Люба, соседка, выпытывала у Елизаветы Ильиничны. — Не приходил еще Егор-то? — Нет, — удивлялась Елизавета Ильинична. — Ты не удивляйся. Они, покойники, любят после смерти ходить. Ходят, душу мытарят. — Зачем? — Бог их знает, неуемных. Ты, главное, не бойся. — Я не боюсь, — спокойно отвечала Елизавета Ильинична. — Как почувствуешь, пришел, — не успокаивалась Люба. — Ты его матом и почаще. Они этого не выносят. — Неужели пошлет? — ужаснулся Егор Васильевич. — Глупости все, сказала Елизавета Ильинична и ушла в комнату. — Дура! — рассердился Егор Васильевич и сыпанул Любе соли в поминальный компот. Расходились быстро, никому не хотелось оставаться один на один со вдовой, переносить ее слезы и заниматься бессмысленным утешительством. За окном шел мелкий осенний дождь, и сварщики, предполагая сырость вечерней улицы, выпили в коридоре на пасашок, что-то долго и путанно объясняли Елизавете Ильиничне, оставляли телефоны и только после этого ушли. Елизавета Ильинична осталась одна. Чтобы не напугать жену, Егор Васильевич прошелся по комнате тяжелой, одной ей знакомой походкой и несколько раз кашлянул в тишине. — Ты, Егорша, — позвала Елизавета Ильинична, — я, Лиза. Я ждала тебя. Я не мог раньше. Сядь около меня. Егор Васильевич сел. — Как ты живешь, Лиза? — Плохо. — Я скучаю по тебе, Егорша. — И я скучаю по тебе, Лиза. Они замолчали. — Почему не было сына, Лиза? — Он в командировке. Не смог приехать. Ты расстроился? — Нет. Я хотел увидеть только тебя. Я не знаю, о чем говорить. Мы что-то делали не так. Мы все делали не так. Помнишь, лето в Сокольниках в 58-м году. Ты был в белом костюме и в такой легкомысленной шляпе, ужасно смешной. И ты была в белом платье. Только совсем девчонка. Это был единственный день в нашей жизни, помолчав, сказала Елизавета Ильинична. Лучший день. — Лучший, согласился Егор Васильевич. — Я люблю тебя, Лиза. — И я люблю тебя, Егорша. — Мы теперь все время будем вместе? — Да, все время. И не удержался. Заплакал. Сиротливое дыхание его слезы коснулось ладони Елизаветы Ильиничны. — Что с тобой, Егорша? Почему ты плачешь? — Так, ничего. — Это теперь бывает со мной. — Когда тебе уходить? — На рассвете. Ты придешь завтра? — Да, как хорошо. Знаешь, я устроюсь куда-нибудь на сменную работу, и мы будем встречаться каждую ночь. Мне совсем не обязательно видеть тебя. Я так привыкла, запомнила тебя, что мне достаточно твоего дыхания рядом, достаточно просто говорить с тобой. На рассвете Егор Васильевич ушел. — Я закрою за тобой, сказала Елизавета Ильинична, будто ты ушел на работу и вот-вот вернешься. Встречались они каждую ночь. Егор Васильевич приходил за полночь, садился за обеденный стол в большой комнате, и они говорили о том, что много лет покоилась в глубине сердец. — Ты стал совсем другим, говорила Елизавета Ильинична. Я хочу увидеть тебя. — Я все тот же, смеялся Егор Васильевич, только немного похудел, не брит, и что самое поразительное, умные глаза. — За что ты меня полюбил? — Ты необычная, Лиза. — Разве? — недоверчиво спрашивала Елизавета Ильинична. — Конечно, — подтверждал Егор Васильевич. — Ты удивительная, обыкновенная, смущалась Елизавета Ильинична. — Табельщица на стройке, что тут удивительного? Перед рассветом они уходили гулять, шли ночной Москвой, бульварным кольцом, темными набережными. — Ночь коротка, спят облака, — напевал Егор Васильевич. Иногда он замолкал, думая о чем-то, совершенно ей неведомом, и тогда оживала смутная тревога, казалось, он ушел далеко и никогда не вернется. — Егор! — тихо звала она. — Да, не сразу отзывался он. — Почему ты раньше не говорил мне об этом? — О чем, Лиза? — О любви. — Раньше это казалось неглавным. Редкие ночные таксисты притормаживали у одинокой фигуры Елизаветы Ильиничной, но, наткнувшись на недоуменный взгляд от женщины, уезжали прочь, проклиная свою тяжелую долю, завышенный план и директора таксопарка. Глядя им вслед, Елизавета Ильинична думала о том, что каждый из них мог бы быть по-своему счастлив, если бы понимал, какие возможности открывает человеку ночь. Но они не задумывались об этом так же, как совсем недавно не задумывалась она. Однажды постовой у памятника Грибоедову сказал ей, «Вы вот, гражданочка, все гуляете по ночам, и это становится подозрительным». «Вам-то какое дело?» вспыхнула Елизавета Ильинична, а Егор Васильевич незаметно стащил у постового свисток. Этим свистком они разбудили несколько ответственных квартиросъемщиков у Никитских ворот и с детским озорством наблюдали, как вспыхивают светом темные окна. И пока они шли в тени деревьев, еще долго были слышны возмущенные реплики в адрес родной милиции и распоясавшегося хулиганья. Неожиданно она останавливала Егора Васильевича и, строго глядя перед собой, говорила, «А помнишь, как раньше? Ты придешь с работы, я тебе ужин, потом газета или телевизор, в воскресенье пельмени или в гости куда-нибудь, летом домино, я с бабами у подъезда». «О чем говорили-то, господи?» она краснела. «Вспомнила», возражал он, «когда это было?» «Вспомнила», ворчала Елизавета Ильинична, но ей самой становилось хорошо от того, что это было, прошло и уже не вернешь. «Пусть я с вами совсем не знаком», напевал Егор Васильевич. И все-таки Елизавете Ильиничне недоставало физического присутствия мужа. По утрам она вынимала из шифоньера его рубашки и, развесив на стульях, открывала балконную дверь. Они жили в заводском районе и за день пыль, выбрасываемая многочисленными производствами, мелко оседала на крахмальных воротничках. Приходя с работы, Елизавета Ильинична долго кипятила и полоскала рубашки, а затем отутюженные и накрахмаленные снова вешала в шифоньер. В ванной на полочке стояли помазок и бритвенный прибор Егора Васильевича. Висело его полотенце. Чтобы не прослыть ненормальной, ей приходилось то и дело менять химчистки, поочередно сдавая костюмы и другие вещи Егора Васильевича. Она отдала в покраску старый кожаный реглан Егора Васильевича и, выкупив его за двадцать рублей, вдыхая свежий запах краски, с удовольствием представляла, как обрадуется Егор Васильевич и как непременно заметит, что старые вещи, если за ними следить, могут прослужить человеку долгие годы. Все в доме говорило о присутствии хозяина, и Егор Васильевич часто смеялся над Елизаветой Ильиничной, говоря, что завидует ее мужу, поскольку лично ему такого счастья, увы, не выпало. Бессовестный улыбалась Елизавета Ильинична, и на следующий день проделывала все заново. Прошло тридцать шесть дней со смерти Егора Васильевича. Ты стал какой-то грустный, Егорша, осторожно заметила Елизавета Ильинична. Почему-то все время хочется плакать, Лиза, отвечал Егор Васильевич. Раньше ты спрашивала, у тебя плохое настроение? Я говорил да, не подписали процентовку или наряд закрыли на тридцать копеек меньше. Теперь все перевернулось, и тоска, если она приходит, невыносима. Ты что-то скрываешь от меня? Нет, что ты, Лиза? Сегодня между ними не было единства душ, и от того обоим становилось неловко и печально. «Давай прокатимся куда-нибудь на метро», предложил Егор Васильевич. «Еще успеем». Они проехали три остановки до Таганки и обратно. «Как одиноко», думал Егор Васильевич. «Какое великое счастье любить, и как мучительно оно дается». медленно плыл вверх эскалатор. «Знаешь, почему я страшно скучаю?» спросил Егор Васильевич. «Почему?» «По сигаретам». «Так хочется долго прикуривать на ветру, жечь, ломать спички, прикурить, прислониться к дереву и думать о чем-нибудь таком, понимаешь? Мимо идут люди, а ты предоставлен сам себе, и, кажется, больше ничего не надо. В сущности, человека отделяет от окружающего мира совсем пустяк книга, дым сигареты, мыслей». Елизавете Ильинишне стало тревожно. «Что ты, Егорша, родной?» «Да ну», отвечал Егор Васильевич, «это я так». На улице было сыро и прохладно, неприятно завывал ветер. «Я теперь пойду», сказал Егор Васильевич. «Ты прости». «Как?» «Пойду». «Нужно побыть одному». «Это ничего». «Ведь я же приду завтра». «Ничего». Слабо отозвалась Елизавета Ильинична. Слезы переполняли ее. «Только ты не надо. ты улыбнись». «Ты улыбнись». «Вот что!» «Улыбнись!» Она улыбалась сквозь слезы, глядя в ту сторону, куда, как ей казалось, должен был уйти он. Егор Васильевич не растворился. Он шел по мокрому тротуару, и сырой холодный ветер, то догоняя, то обгоняя его, перебирал набухшими листьями. Плоти не существовало, но в том месте, где когда-то было сердце, что-то пульсировало и билось сейчас. Его невесомое сердце разрывалось от любви к этой женщине и от бессилия что-либо предотвратить. Он знал то, чего еще не знала она. После сорокового дня ему полагалось оставить Елизавету Ильинишну навсегда. Продолжение следует... Лерочка-Валерочка Он позвонил без десяти шесть, когда она уже складывала намокший днем зонтик, чтобы через несколько минут раскрыть его снова. Вас слушают произнесла она, неловко прижимая трубку к плечу, руки натягивали застежку зонтика. Будьте любезны Валерию. Слушаю вас. Руки по-прежнему натягивали неподдающуюся застежку, они всегда совершали уйму ненужных движений. Здравствуйте. Скажите, вы работаете в отделе охраны памятников? Ну да. Вы не согласились бы взять под охрану один памятник? Вас? Стало скучно и привычно. С этой глупой фразы начинался чуть ли не каждый пятый телефонный звонок. Совершенно верно, меня. Почувствовав раздражение, невесело усмехнулись на том конце. «Знаете, молодой человек, если вы думаете, что оригинальный, то глубоко заблуждайтесь. Вы далеко не первый предлагаете мне подобную глупость». Он помолчал. «Я и не претендую на оригинальность, извините», и оборвался короткими гудками. Она улыбнулась, закурила. «Лера, ты идешь?» мелькнул голос сотрудницы. «Нет, не жди меня». Голос пропал. Лишь в глубине коридора слышались мокрое шлепание тряпки и ежевечерний мат уборщицы. Снова зазвонил телефон. Как ни странно, это опять я. Я догадалась. Черт с ней с оригинальностью. Просто так мы можем встретиться? Можем. Сейчас вы, конечно, скажете, что сегодня заняты. Ничего я не скажу. Лера поплевала на окурок, видел бы он ее в эту минуту. Назначайте время и место. Он назначил. Деликатно поинтересовался, удобно ли ей. Удобно, удобно, отвечала она. Ей были совершенно безразличны и он, и встреча, и все на свете. Но неотвратимо подступал вечер с его одиночеством и непрекаянностью. Один из тысячи похожих друг на друга, как две капли воды бесконечных вечеров. Они и встретились. Лера в черном дутом пальтишке, красной шапочке, красных сапожках, до ума помрачения хорошенькое. Он в длинном плаще, высокий, уже сидеющий. Валерия, постучав сапожком о сапожок, протянула руку в красной перчатке. Валерий, он вложил ей в руку букет бордовых роз. Очень вам идут. Лерочка, Валерочка, простучали сапожки. Вы убиваете меня галантностью. Куда поведете? Куда прикажете? Куда прикажу? Ресторан терпеть не могу. В кино вроде возраст. Она загибала пальчики на руке. Можно, конечно, в театр, но придется волей-неволей отвлекаться на сцену, а это может закончиться катастрофой. Пойдемте что-ли ко мне. Я предложу вам чай или кофе. Вы что предпочитаете? Портвейн. Что ж, можно и портвейн. Вы, простите, одна живете? Одна, одна. В винный отдел тянулась очередь длиною в жизнь. Очередь за счастьем, заметила Лера. Портвейн отменяется. Он достал из плаща бутылку марочного. Счастье в наших руках. Вы производите впечатление предусмотрительного человека. Это кажущееся впечатление. Квартира оказалась уютной, обставленной с безупречным вкусом. Он пощелкал пальцем по переплетам книжек, прошел в кухню узким коридорчиком. У вас хорошая библиотека и вообще славно. Значит, так и путешествуете из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Так и путешествую. А вы? Я объездил полстраны, но нигде не обрел душевного равновесия. И вот теперь смотрю на вас и думаю, может, эта женщина разберет хаос в моей душе. «Я что, похожа на вторую половину страны?» Он усмехнулся. «Бог вас знает, на кого вы похожи. Только мне у вас так спокойно, будто я здесь родился и вырос, и вот наконец свернулся». Лера не ответила. В ее дверь стучался незнакомый, непохожий на других человек, и она пока не понимала, нужно ей это или нет. Он разлил вино по большим бокалам на высоких ножках. Опалово золотистый цвет вина вносил в душу смуту и неопределенность. «Крепленная?» спросила Лера. «Марочная». «Марочная тоже крепленная, это я знаю. Вообще-то из меня такой пяток, а из меня ничего. Знаете, один писатель сказал, «Я не только по-прежнему ничего не пью, но и не понимаю, как можно вырывать страницы из этой и без того короткой книги». «Теоретически я с ним согласен». «Много пьете?» Он промолчал. Ему хотелось, чтобы она пожалела его, сказала что-нибудь мягкое, успокаивающее, но она была далеко, и занимал он ее постольку, поскольку присутствовал в ее пятиметровой кухне. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что на свете есть люди не менее одинокие, чем он сам. «Да», протянул он и снова налил. «Ну, а как вы вообще поживаете?» Она улыбнулась. «Так себе поживаю». «Обыкновенно?» «Охраняю памятники, езжу в командировки, книжки читаю». «И одна?» Она пригубила. «Вот с вами». Он почему-то смутился, выпил до дна. «Помните, в двух капитанах Ромашов спрашивает у Кати, «Вот напьюсь, что будете делать?» Она отвечает, «Выгоню». Две фразы и целый пласт отношений. «А вы что будете делать?» «Спать уложу». «Так, может, мне быстрее напиться?» Она засмеялась. «Вот и познакомились». Ее голос сейчас был близким и зовущим, и ему показалось, что он наконец нашел тот берег, которому можно прибиться и успокоиться. Он тогда достал вторую бутылку, и она улыбнулась. «Ах, вы искуситель!» Она была немного пьяна, и хотя он совсем не думал о ней как о женщине, сама приблизилась к нему и сказала, «В конце концов, это свинство. Допиваем вторую бутылку, а вы даже не посигнули на меня», и подставила щеку. Он поцеловал ее в губы, она оттолкнула его. «Знаете, мы ведь не дети? Я сейчас разберу постель». Ночью он тихо спросил, «Лера, можно я закурю?» Безразлично отозвалась она. Отчужденность голоса смутила его. Он долго искал зажигалку, щелкнул, наткнувшись взглядом на чужую спину. Она села, попросила, «Дайте мне». Снова щелкнула зажигалка, и в следующее мгновение он увидел, как невероятно она прекрасна. «Ты божественна!» сказал он, пытаясь скрыть неловкость. Она захохотала, откинулась на подушку. «Слушайте, где вы живете?» «Снимаю комнату». «Да?» «Приезжайте ко мне. Будете каждую ночь повторять мне «Ты божественна!» «Что еще нужно незамужней бабе?» Он долго, часто курил. И наконец сказал «Ты трезва сейчас. Тебе стыдно. И потому ты сказала пошлость. Зачем?» Она взяла его руки, уткнулась в них лицом, и он ощутил на ладонях ее слезы. «Правда? Переезжай ко мне!» Иногда они путешествовали по карте мира. Карта висела над диваном, и когда Лера на ночь разбирала постель и ложилась в изголовье карты, то казалось, что она приютилась у подножия вселенной. «Ты был за границей?» как-то спросила она. «Был. Я служил мотористом на раболовецком сейнере. Мы заходили в иностранные порты сдавать рыбу». «Ну и как?» «Поражает воображение, как все неизведанное и недосягаемое». «Ты проведешь меня по неизведанному?» «По портовым городам?» «Что мы, моряки, видели, кроме портовых городов?» «Марсель тоже портовый город». «В Марселе я не был». «Господи, какая тоска!» «Хорошо, тогда твоим гидом буду я». Лера забиралась на диван и, болтая ногами, объявляла. «Итак, Мальта». «Я... Кто я?» «Я креолка». «Стройная креолка, цвета шоколада, помахала с берега рукой. Ты...» «Я пират угрюмы. Кто же еще?» «Нет, пират это навязло. Ты продавец воды. Хотя вода... Что вода? Ты продавец дождя. Все поэты немного продавцы дождя. Конечно, зной, засуха, и ты экономишь дождь, но не из высших соображений, а потому что ты сквалыга. И тут появляешься ты, и тут появляюсь я». Лера вскакивала с дивана, поднимала юбку. «Вот с такими ногами, а? Как ноги? Только чуть подлиннее и цвета шоколада, представляешь? Еще бы!» оживлялся он. «Почем квинта дождя?» спрашиваю я, слегка покачивая бедрами. Она покачивала бедрами. «Почем?» он морщил лоб. «Почем эта проклятая квинта?» Прикасался к ее ногам, обнимал, бросал на диван, целовал до иступления. «Пусти!» говорила она, «Пусти! ненормальный!» «Пусти!» поправляя кофточку, грустно усмехалась. Детский сад. Каждый из них существовал в отдельном мире, и эти миры, как две планеты, вращались на разных орбитах галактики. Однажды она спросила, «Тебе не кажется, что нас связывает только постель?» Он промолчал. Это было так и не так, но она сказала то, о чем давно думал он сам. Ему показалось, что вот-вот разрушится карточный домик. Она оскорбит, ударит его и испугался, что при этом хочет только одного видеть, как она прекрасна в гневе. Но домик устоял. Лера варила кофе, он шатался по кухне и декламировал. «Женщины делятся на две категории. Те, у которых кофе постоянно убегает, и те, у которых никогда не убегает. У меня убегает», пожала плечами она. «Это хорошо или плохо?» «Хорошо. Значит, ты безалаберна и непрактична. Что может быть хуже практичной бабы?» Она взяла сигарету, подошла к окну. «Как я ненавижу осень, грязь, слякоть, мокрые вороны, тоска. Осень соответствует вечному состоянию моей души». Он обнял ее. «Ах ты, мокрая ворона!» За окном, как по отвесу, шел дождь. «Не надо», отстранилась она. «Убежал кофе?» «Убежал». Вечером он работал на кухне. Она вышла в халате, присела рядом. «Ты работаешь каждый вечер. Почему ты до сих пор ничего не прочел мне?» Он бессмысленно глядя в блокнот ответил «А вдруг ты не поймешь меня? Тогда все рухнет окончательно». Она провела рукой по его глазам. «Ты боишься?» «Боюсь». «Мне кажется, я понял». «Когда человек один, он замыкается в себе. Он привыкает к себе, любуется своей печалью, вынашивает свое одиночество. Он, как рептилия, проживает самого себя до конца, и только с самим собой ему хорошо и спокойно. Может, ты и прав, но от этого не легче». «Она замерла». «Снег!» «Смотри, снег!» Шел первый снег. Кутерьма снежинок просвечивала темный воздух. Снег ложился на землю и уже не тарил. «Как бы ты написал снег?» спросила она. «Как?» он задумался. «Так бы и написал. Ночью лег снег. Утром, выглянув в окно и на мгновение ослепнув, она все простила осенью». Лера села на подоконник, подобрала ноги и теперь сама казалась большой печальной снежинкой. «Как просто», сказала она. «Знаешь, мы пропутешествовали всю карту. Больше нечем жить». Она отвернулась к окну. «А как же Африка?» «Латинская Америка?» глупо спросил он только для того, чтобы что-то сказать. «Африки мне хватает и в жизни». Она опустила ноги с подоконника и прошла в комнату. В дверях остановилась, спросила. «Скажи, почему ты не уходишь?» «Куда?» Ночью он повернулся к ней и несколько раз поцеловал в спину. Его губы были неестественно влажными, и она поняла, что он плачет. Утром она не обнаружила в нем следов ночной смуты. Он был сдержан и приветлив. За завтраком гаерствовал, воровал мясо из ее тарелки, и эта шумная непринужденность ложилась на ее лицо тяжелыми пощечинами. Она тоже держалась, слава Богу, еще умела, и, сидя у зеркала, подводя губы и складывая их трубочкой, засмеялась, чересчур сфальшивив ноту. «Я, кажется, придумала. Вечером можно пойти в планетарий», обернулась к нему ослепительная, жалкая. «А? Какова идея?» И впервые увидела, как бесконечно далеки и не защищены его плечи. 1989 год. с idents serie «μη Продолжение следует... Христа ради Казалось, линия сердца на этой ладони была предназначена только для того, чтобы сейчас в нее тусклым боком лег первый гривенник и, перевернувшись решкой вверх, обнаружил дату чеканки. 1987 было выбито на монете, и Наталья Васильевна подумала, что в этот год ничего не случилось в ее жизни, как не случилось и в следующей, и теперь уже точно не случится. За гривенником легли пятак, двугривенный, еще мелочь, и каждая новая монета, расплываясь в глазах, тяготила руку. Казалось, еще немного она сорвется, упадет, и тогда придется бежать отсюда, бежать, куда глаза глядят, не слыша шума и окриков за спиной. Но рука, чужая согнутая рука, продолжала висеть, не ощущая гадкого стыда, охватившего все тело. Подавали часто, попадались и бумажки, и, наверное, сумма давно превысила ту, которая была нужна Наталье Васильевне, а она все стояла, словно прибитая к этой стене раскаленными гвоздями, и лишь в редкие мгновения пыталась увидеть себя со стороны. На ней было ношенное драповое пальто с тремя разными пуговицами, ботики-прощайки на металлической застежке, грубые коричневые чулки и выленивший платок из тех, которыми на Руси покрыты головы всех старух. Но в ее одежде не было ничего нарочитого, подобранного именно к этому дню, на ней было все, что у нее было. Пальто покупал еще Толя в 86-м году. Он вошел вечером, удивительно тихий и торжественный. Поставил на стол коробку, бутылку коньяка и большой, туго перевязанный сверток. — Вот Наталья Васильевна, — сказал он, потирая ладони, — прибарахлился, костюмчик купил. Наталья Васильевна вздохнула. — Костюм у Толи был, даже два, и довольно приличных, а вот зимнее необходимо было новое и ей, и ему. — Беззалаберный ты, Толя, человек, — сказала она, и в то же время подумала, что если бы Толя был другим, вряд ли они прожили вместе такую долгую жизнь. — Безответственный. — Хороший костюм купил? — Мировой, — счастливо улыбался Анатолий Сергеевич. — Ну уж, примерь тогда. — Ты собери на стол, Наташка, обмоем это дело. Разогревая ужин, она представляла нечто ужасное на два размера больше, что непременно придется перешивать, а машинка стала плохо пробивать, и нужно искать мастера, и Бог его знает, есть ли они вообще на свете, эти мастера. — Надули, сукины дети! — воскликнул Анатолий Сергеевич, входя на кухню. — Ты представляешь, пальто женское! Он держал на руках новенькое, пахнувшее фабрикой, зимнее пальто. — Померь, вдруг тебе подойдет. — Наталья Васильевна улыбнулась. — Только! Она провела ладонью по его щеке, прижалась, благодарно ткнулась губами в подбородок. — Жуткий тип! Они и в старости сохранили чистоту отношений, и, оставаясь наедине, вели себя так же, как много лет назад, когда были молоды и счастливы. Они выпили по рюмочке, даже по второй, и только тогда развязали коробку. В коробке, как отблеск роскошной жизни, облитый шоколадом, лежал торт «Прага». — Как я люблю Прагу! — говорила Наталья Васильевна. — Тысячу лет не пробовала, милый мой Толечка! За столом она сидела в пальто, наотрез отказавшись раздеться. Осторожно надкусывала от торта, и полузабытое коньячное тепло блаженно растворялось внутри. Это была та желанная, труднодоступная, счастливая минута с ее невзрачными радостями, ради которой жили они с Анатолием Сергеевичем, ради которой живет и выживает почти все человечество. Время от времени Наталья Васильевна покачивала головой и озабоченно говорила «А что же ты, Толечка? Ведь и тебе пальто необходимо!» Анатолий Сергеевич смущенно улыбался. «Жизнь, Наташка, не завтра кончится, а до зимы еще! Ого-го!» Умер Анатолий Сергеевич осенью. В первом вагоне метро. На кольцевой линии он всегда садился в первый вагон. По странной закономерности, именно в первом вагоне было пусто, и, садясь на свободное место, Анатолий Сергеевич не испытывал того чувства неловкости, которое испытывал в переполненных вагонах, когда ему иногда уступали. Поезд наматывал бесконечные витки, и в лязге, грохоте прекрасного, залитого светом мира, незамеченная смерть одного человека казалась неуместной, несозвучной общему движению и оттого особенно трагичной. Во втором часу ночи дежурная по станции по-хозяйски вошла в вагон, и, заметив в углу одинокую фигуру спящего старика, завалившегося головой на боковое стекло, произнесла привычный резко «Вставай! Приехали!» Поняв, что старик мертв, дежурная почувствовала глухое раздражение и тоску. Сейчас, вместо того, чтобы спешить домой, ей придется искать милиционера, вытаскивать труп из вагона, вызывать скорую и бесконечно долго составлять протокол. Она вспомнила, что сегодня вообще не ее дежурство, просила подменить напарнице, и машинисты, доставившие старика именно до ее станции, сейчас уедут и забудут обо всем, и от этих мыслей обострившееся лицо старика показалось ей особенно неприятным. Подавляя нарастающую злобу, она вышла из вагона и, срываясь на крик, позвала милиционера. «Гена! Генка, давай сюда! Покойник в вагоне! Нашел место помирать, козел старый!» Врач скорой помощи констатировал смерть, и Анатолия Сергеевича, уложенного на брезентовой носилке, потащил вверх эскалатор. Ему еще предстояло вознестись над этой землей, чтобы через три дня лечь в нее навсегда. Три дня Наталья Васильевна пробыла в странном, отрешенном состоянии. Присаживаясь у гроба Анатолия Сергеевича, она никак не могла представить, что в деревянном, обтянутом черной материи ящике лежит тот, с кем была связана вся жизнь, ее муж, друг, единственный, кто держал ее на свете и ради кого жила она. В крематории, после того, как с привычными лицами отслужили панихиду, друзья и близкие простились с покойником. Наталья Васильевна, как и все, поцеловала Анатолия Сергеевича три раза и вернулась на место. И только когда разомкнулись черные створки печи и тело Анатолия Сергеевича медленно поехало в темную бездну, она поняла, что это все, бросилась к гробу, обхватила ноги мужа и завыла так дико и жутко, что процессию пришлось прервать. Кто-то оттаскивал Наталью Васильевну, вливал в рот валерьянку, а она, неожиданно затихнув, ждала, вот-вот что-то окончательно оборвется внутри. И лишь в автобусе, на обратном пути, она стала думать о памятнике, о хлопотах, связанных с ним, о надписи, понимая, что только эти мысли могут оттянуть страшную, поглощающую ее боль. Жизнь после смерти Анатолия Сергеевича стала тяжелой. Пятидесяти рублей пенсии еле-еле хватало свести концы с концами. Но уже через несколько месяцев Наталья Васильевна подошла к книжной полке и, выбрав давно прочитанную и не очень любимую книгу, отнесла ее в букинистический. За книгу дали два рубля двадцать копеек. Этих денег хватило на три дня до пенсии. В следующем же месяце появились непредвиденные расходы, дыры, требовавшие немедленного латания, и книжные полки зазеяли унизительными и от того, как казалось Наталье Васильевне, огромными провалами. От Анатолия Сергеевича осталось много хороших, почти новых вещей, но от одной мысли сдать их в комиссионку становилось так стыдно и пусто на сердце. К горлу подкатывала такая волна, что Наталья Васильевна открывала шифоньер и, уткнувшись в рубашке, долго, беззвучно плакала. Имущество же и денег они не нажили. Потом пенсию повысили на двадцать рублей. А через два дня после повышения вошла в подъезд, поднялась на третий этаж и села у двери Дуся. Дуся была трогательной рыжей дворнягой с белым галстуком, белыми носочками и белой звездочкой на лбу. Правда, ее удивительная расцветка окончательно выяснилась по мере того, как Наталья Васильевна трижды намылила и смыла Дусю в ванной, вытерла большим полотенцем и поцеловала в коричневое пятнышко носа. На кухне, давясь от голода, собака глотала большие куски колбасы, а Наталья Васильевна, глядя, как судорожно поджимаются ее худые ребра и наискось обрубленный хвост, понимала, что за какой-то час успела привыкнуть и полюбить собаку. Но денег, едва хватавших ей одной, конечно, не хватит на двоих, а продавать, увы, больше нечего. Мучимая сомнениями, Наталья Васильевна подошла к входной двери, распахнула ее и, возвратясь в комнату, отвернулась к окну. Собака, почувствовав настроение женщины, обвела прощальным взглядом кухню, вздохнула и медленно побрела к двери. И уже в дверях она оглянулась и посмотрела на женщину так пронзительно и печально, что Наталья Васильевна не выдержала, рванулась к ней и заголосила, виновата и быстро, «Миленькая моя, как же я могла? Как у меня рука поднялась! Хорошая моя, славная! Я буду звать тебя Дусей, ладно? Дуся, Дусечка!» Дуся подняла умные, бродяжьи глаза и, поняв, что остается в этом доме навсегда, благодарно лизнула хозяйке руку. На следующий день Наталья Васильевна взяла карандаш, бумагу и, разделив 70 рублей на 30 дней, получила 2 рубля 30 копеек на день. Где-то вычтя, где-то приплюсовав, она пришла к выводу, что если предельно сократить расход электричества, заменить масло маргарином и перейти с кофе на чай, то худо-бедно они смогут протянуть до конца месяца. Утром Дусю можно посадить на овсянку, но мир не без добрых людей, и если милая Дуся придется во дворе, наверняка 2-3 раза в месяц ей подкинут мясных косточек. — Жить можно, — решила Наталья Васильевна. Случалось, по вечерам на стол ставилась пустая бутылка коньяка, две рюмки, два прибора. У ног, положив морду на колени, устраивалась Дуся, и Наталья Васильевна рассказывала ей обыкновенную историю своей жизни. На этом месте, Дуся, сидел Анатолий Сергеевич. В отличие от тебя он был брюзгой, и угодить ему было делом государственной важности. В этой бутылке был очень вкусный армянский коньяк. Сейчас такого уже нет, а в центре стоял торт «Прага». Ты не представляешь, Дуся, какой это торт. Он весь облит шоколадом, понимаешь, весь. А крем, Дуся, а тесто... Ты знаешь, я не склонна к обильной пище и вообще не позволяю себе мучного, но Прагу я могла бы съесть целиком. Клянусь тебе. Что говорить, если бы мы с тобой могли позволить себе хоть кусочек, ты бы и сама поняла, какое это чудо. Она гладила Дусю за ушами, словно искупая отсутствие торта. С Анатолием Сергеевичем мы познакомились в сорок третьем году на Первом Украинском. Толя был командиром саперной роты. Я актрисой фронтовой бригады. Да, Дуся, трудно поверить, но когда-то я была актрисой. В заколдованной яичнице у меня было белое платье в оборочках и жутких огурцах. Такое дурацкое платье. После концерта ты подошел ко мне и краснее попросил разрешения писать. Ты ужасно волновался тогда и почему-то все время перечислял название мин, которое успел обезвредить. Я и сейчас помню. Противотанковые, противопехотные, фугасы, какие-то фантастические цифры. В сорок четвертом наша бригада попала под арт-налет. Я была тяжело ранена. Помнишь, госпиталь, городской ЗАГС, платье в огурцах. Как мы ужасно стеснялись своего счастья. Она помолчала, вспоминая что-то светлое, далекое. В сорок пятом родилась Надюшка. Дуся слушала Наталью Васильевну, смешно вскидывая уши, и в такие вечера и у женщины, и у собаки притуплялось чувство томящего одиночества. Было хорошо и покойно. Днем они совершали длительный мацион по Плющихе, Смоленским переулкам, спускались к набережной. Собака с удовольствием шла на поводке, не натягивала, не рвалась, восполняя непривычной зависимостью прошлую бесприютность бродячей жизни. На Смоленке они заходили в кулинарию, где Наталья Васильевна брала 300 грамм салата оливье и дешевые, наполовину из хлеба, котлеты, из которых дома, добавляя столько же хлеба, она сочиняла ужин себе и Дусе. Стоя в очереди, Дуся волновалась и поскуливала, перебирая носом всевозможные запахи кулинарии. Но особое волнение охватывало Дусю у кондитерского отдела, куда обязательно подводила ее хозяйка. За блистающей вымытой витриной подсвеченные со всех сторон лежали рулеты, эклеры, шербеты и бисквиты, величественно возвышались торты. Они подолгу стояли у витрины, глядя на кондитерское великолепие, вздыхали по очереди и уходили прочь. Праги на витрине не было. На улице собака думала о том, что рано или поздно наступит день, когда хозяйка, выбив в кассе длинный чек, обязательно купит и рулеты, и пирожные, и красивый торт в большой коробке, и, конечно, по кусочку от всего непременно достанется Дуси. Хорошо, что нет Праги, думала Наталья Васильевна. Все равно никогда не будет лишних трех рублей. Пора было перестать накручивать себя и вообще подходить к кондитерскому отделу, но она знала, завтра все повторится опять. Продавцы же в кондитерском привыкли к визитам странной старухе, иногда здоровались с ней и как-то даже спросили, что ее интересует. Наталья Васильевна, не сразу найдясь и розовея, ответила, что ее интересует Прага, и одна из продавщиц, лениво прихлопнув зевок, сказала, Бог его знает, то ли линия у них встала, то ли еще чего. Давно завоза не было, а будет ли неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дуся подавилась. Как и предполагала Наталья Васильевна, ей стали носить косточки весь дом, и одной из таких косточек Дуся подавилась. Наталья Васильевна в первых хриплых покашливаниях собаки почувствовала недоброе. — Что ты, Дусенька? — тревожно спросила она. Дуся печально закатила глаза и зашлась давящим кашлем, пытаясь вытолкнуть невидимую кость. — Ты подавилась, Дуся. Покашляй, миленькая, покашляй, и пройдет, Дуся. Дуся неожиданно успокоилась, ушла в комнату и легла под стол. — Как ты меня напугала, Господи! Я уж подумала, но Дуся зашлась снова. Наталья Васильевна бросилась к ней и, упав на колени, принялась бить по спине, ребрам, груди, но кашель не прекращался. Она взяла голову собаки на колени и, убаюкивая, заплакала от напряжения и отчаяния этих тревожных минут. Подтянув телефон, она долго набирала 0,9. Наконец, в трубке щелкнула и сонный, одалживающий голос назвал свой номер. Волнуясь и оттого сбиваясь и заискивая, Наталья Васильевна попросила номер телефона и адрес скорой ветеринарной помощи. Телефонистка с короговоркой небрежно дала название улицы, дом, телефон, приблизительные ориентиры и связь разъединилась. Боже, метро Динамо где-то в переулках на краю света и она набрала номер скорой помощи. Было два, потом и три часа ночи. Она все звонила и звонила, каждый раз наталкиваясь на неизменно короткие гудки. Если бы она могла знать, что в распоряжении скорой ветеринарной помощи всего одна машина, и когда машина на выезде, трубка, брошенная рядом с телефоном, отзывается безнадежными гудками всем, кто так рассчитывает на помощь. В пять утра, перевязав Дуси ошейник на живот и взяв из шкафчика последнее семь рублей, они вышли из дома в направлении Нагатинской набережной, где, как говорили Наталье Васильевне, хорошая лечебница с замечательными врачами. Город спал, пустынный и безучастный. На Садовом кольце лежал сырой холодный утренний туман, и в этом тумане одинокая фигура старухи с собакой казалась особенно беспомощной и незащищенной. Наталья Васильевна наметила пройти маршрут за два часа, чтобы успеть до открытия и быть первыми, но как-то сразу устала, выдохлась, все чаще останавливаясь и подолгу отдыхая. Дуся, сев на землю, больно и мучительно откашливалась и каждый раз у Натальи Васильевны что-то замирало внутри. К хирургу они оказались третьими. Сидя в очереди, Наталья Васильевна прочла объявление, развешанное по стенам, и с отчетливым ужасом поняла, что сначала надо заплатить пятнадцать рублей, сделать необходимые прививки и только с квитанцией из сберкассы идти на прием к врачу. Она представила себя в кабинете врача, унизительно просящей всего лишь посмотреть горло собачки, нет ли там косточки или еще чего, хирурга, который будет повторять инструкцию, кричать на нее, и поняла, что не сможет ни отвечать, ни сопротивляться, сядет на кафельный пол и никуда не уйдет. Но хирург, хорошо выспавшийся, бодрый и веселый, не спросил никакой квитанции, поинтересовался, что беспокоит, и ласково приказал «Ну, Дуся, полезай на стол». Он попытался приоткрыть Дусе пасть. Дуся сомкнула челюсти и предупредительно зарычала. «Не укусит?» спросил хирург. «Она добрая», ответила Наталья Васильевна. «Все они добрые», улыбнулся хирург, «а потом цап и нет пальца, а палец в нашем деле вещь принципиальная. Значит, не даешься». «Да». Он приоткрыл дверь и крикнул санитарку. Вдвоем, сделав жгуты, они попытались втиснуть их в Дусину пасть и взять челюсти на растяжку. Наталья Васильевна держала собаку. Дуся же, упершись лапами в стол, моментально освободилась от всех троих и придала себе независимый вид. «Сильная у вас собака», удивился хирург. «Ее во дворе никто догнать не может», не без гордости сказала Наталья Васильевна. «Да, задумчиво промычал хирург. Придется сделать усыпляющий». «А это не страшно», встревожилась Наталья Васильевна. «Что ж страшного», говорил доктор, набирая шприц. «Заснет ваша Дуся и все дела, а мы ее в это время обследуем». К уколу Дуся отнеслась предельно равнодушно. «Вот умница», сказал доктор, «теперь спать». «Через пять минут у нее закатятся глаза, подвернутся ноги и будет совсем наш клиент». Он бросил в рот папироску, закурил в раскрытую Насте шфорточку. Через пять минут Дуся не заснула. Не заснула и через десять. «Сильная собака», изумленно повторил доктор. «Финская лайка, дворняга», робко возразил Наталья Васильевна. «Ну, вы мне рассказывайте». «Что ж, сделаем второй». И он ввел Дусе второй шприц. От такой дозы и сен Бернары падают, как подкошенные. Но бывшая дворняга, ныне финская лайка, Дуся, к общему удивлению, продолжала сидеть, как сидела». «Ничего не понимаю», растерянно произнес доктор. «Просто какая-то собака Баскервилли. Если ты, милочка, и после третьего укола не заснешь, я не знаю, тогда я сам засну». После третьего укола Дуся начала обмекать и легла на стол. Доктор долго всматривался в глубину ее неба, шевелил палочкой. «Ничего нет, только раздражение». Видимо, оцарапала чем-то, оттого и давилась. Зря переволновала всех Дуся, Дуся. Наталья Васильевна вынесла Дусю в коридор, нащупала в кармане пятерку и вернулась в кабинет. «Возьмите, пожалуйста». Она никогда не давала денег. «Заберите», приказал хирург. «Доктор миленький, вы такое сделали. Я бы больше с удовольствием, у меня нет просто». А сама пятилась к выходу, чтобы этот замечательный человек не догнал и не вернул ей деньги, за мизерную сумму которых было стыдно и неловко. Выйдя из лечебницы, Дуся перешла асфальтовую дорожку, добралась до лужайки и, упав на нее, заснула. Пока она спала, Наталья Васильевна, подложив сумочку, сидела рядом с ней на траве и тихо говорила, «Если бы я осталась актрисой, сейчас мы бы ехали на такси и даже могли позволить себе маленький кутеж по поводу твоего выздоровления, Дуся». На сцену я больше не вышла, ранение оказалось серьезным. Кем я была? Реквизитором в театре, оклад нищенский, а проработала всю жизнь, долго, жутко тосковала по сцене. Это была и обида, и самоистязание, и что-то еще. А потом ничего, привыкла, как-то так, обыкновенно. Она сняла с себя платок и, сложив вчетверо, подоткнула под спящую Дусю, бережно погладила собаку. «Спи, Дуся, спи. Сколько мы с тобой натерпелись. Отоспишься и пойдем потихонечку. К вечеру будем дома. Хорошо, что я купила впрок овсянки и молоко еще не скисло. сварю тебе кашу и знаешь что? У меня припрятана баночка сгущенки, но сегодня, конечно, ее откроем. Наверное, она слегка пожелтела от старости, но все равно это очень вкусно. Ты ведь никогда не пробовала сгущенки? Надюшка умерла в шесть лет от белокровия. Она умирала на руках у Толи и на минуту, приходя в себя, спрашивала «Папа, а где мама?» А я была рядом, я не могла подойти к ней и все ждала, что вот-вот умру сама. Мы пережили ее смерть и остались жить и состарились, а зачем неизвестно. Дуся спала долго. К обеду она проснулась, и они стали собираться в обратный путь. После покупки лекарства, молока и хлеба осталось тридцать семь копеек. На них нужно было купить три котлеты в кулинарии и решить, где достать денег, чтобы дожить до пенсии. Ехать на белорусский она решила сразу, как вошла в кулинарию и увидела на витрине Прагу. «Это Прага?» спросила она, не доверяя себе. «Прага, первый завоз», ответила продавщица. «Вы, кажется, спрашивали «Три РУП 08 КОП». Было проставлено на ценники. «Почему восемь?» «Почему не ровно три?» отстраненно подумала Наталья Васильевна. «Сейчас на Букашку и до Краснопресненской, нет, лучше до Маяковки, затем до Белорусской и сразу в тоннель. Всего три рубля восемь копеек, всего три, не больше, ни копейкой, мне и Дуси один раз. Стыдно, Господи, я не смогу. Сможешь, сможешь, я не смогу, не смогу, Господи, прости меня, что же это? Всего три рубля. Ну, один раз, один одинешенек, и больше никогда. Мне так хочется, Господи! Она вошла в тоннель, прислонилась спиной к огромной холодной стене. В левой руке была авоська с молоком и хлебом, правую нужно было подтянуть чуть выше бедра, сложить ладонь и вытянуть вперед. Она попробовала, чужая, как на штативе рука дернулась вверх и обвисла. Нет, так не получится. Надо сразу, не думая, ни о чем не думая, пусть все будет потом, не сейчас. Она закрыла глаза и протянула руку. Попадались и бумажки, и, наверное, сумма давно превысила ту, которая была нужна Наталье Васильевне. Она все стояла, словно распятая этой стеной, понимая, что надо уходить и не зная, как уйти. Как больно, господи! Неужели это со мной? со мной? Хочется есть рогалик с маслом. Что они думают обо мне? Надо посмотреть им в глаза, поднять голову и посмотреть. Не смогу. Почему нищие всегда смотрят вниз? А платье в заколдованной яичнице было розовое. При налете его искромсало осколками, и нянечка в госпитале зашивала его по ночам. Славная была нянечка. Надо уходить. Почему же я стою? По субботам я жарила семечки. Мы ели их всей семьей. Проклятые семечки! Надюшка не ела, очищала от кожурки и делила поровну половину мне, половину Толи. Думала так вкуснее. Надюшка, надо идти. Сейчас я пойду сразу будь что будет, все что угодно, пусть. Иду. Досчитаю до десяти, до пятнадцати. Раз, два, три, как больно, господи, три, четыре, пять, шесть. Иду, иду, иду. Она сомкнула ладонь и, как казалось ей, рванулась и, как казалось ей, побежала. Она перешла на кольцевую линию и села в первый вагон. Сейчас я должна умереть. Ослепительной стрелой врывался в подземелье поезд, и чем больше кругов насчитывала Наталья Васильевна, тем явственнее сознавала, что осталось жить вопреки всему. В подземном переходе она увидела старуху. Прислонившись к стене в вытертым драповом пальто, в выленившем платке, грубых челках, заправленных в ботинки, старуха, протянув ладонь, судорожно крестилась, желая доброго здоровья всем, кто опускал в ее ладонь мелочь. Руки, бросавшие мелочь, задерживались в нескольких сантиметрах от ладони старухи, брезгливо разжимались, и лица бросавших тоже несли на себе брезгливо участливые и безразличные выражения, как если бы это был турникет, через который невозможно пройти, не опустив положенного пятака. Наталье Васильевне казалось, что старуха вот-вот поднимет голову, и она узнает в ней себя. Но старуха, упрямо глядя вниз, что-то нашептывала про себя, сбивчиво крестилась, и обреченный механизм ее движений был так жалок, унизителен и беспомощен, что Наталья Васильевна не выдержала и быстро пошла прочь. Она вошла в кулинарию, подошла к кондитерскому отделу и, разложив на прилавке те 37 копеек, что остались от покупки лекарства, молока и хлеба, как о заведомо недоступном попросила, «Пожалуйста, если можно, взвесьте мне Прагу на 37 копеек». И сквозь обжигающие ее слезы уже не увидела, как странно посмотрела на нее продавщица. 1990 год «Подолжение следует...» Продолжение следует...